Добрый вечер всем, мое имя Гедеминос, и сегодня будем говорить о том, как сделать видео для бизнеса. Прошлую неделю имели вот такой запрос, что сделать обучение, вот как лучше делать видео на социальных сетях, и сегодня я хочу с вами поделиться несколько советов, как это делать лучше. А через последние три года я сам сделал более чем две тысячи живые трансляции и сотни видео, которые были записаны на Facebook, Instagram, TikTok, YouTube и так далее. Так хочу поделиться с вами вот свой опыт, и, конечно, в конце буду отвечать ваши вопросы тоже. Окей, так и посмотрим на эти советы. Первый совет – разогрейте социальные сети. Что это значит? Прежде чем мы начинаем делать живую трансляцию или прежде чем мы будем поставить видео на соцсетях, очень хорошо около, может быть, 20 постов покомментировать и полайкать самим. Например, вот вы заходите на Facebook или Instagram и ставите лайки или сердечки на посты и пишите комментарии на других людей посты. И тогда вы уже ставите свой или начинаете свою трансляцию. Тогда люди будут как обратно это делать, и потому что вы были активны в соцсетях, прежде чем вы начали делать свою трансляцию или поставили видео, алгоритм будет работать лучше для вас тоже. Более будет просмотров и комментариев и лайков. Тоже, если видео делаем на телефон, очень важно поставить телефон на «не беспокоить» режим. iPhone и Samsung, большинство телефонов имеет такие кнопочки или функции, где мы можем сделать, что нас не беспокоило. Потому что иногда мы делаем, например, живую трансляцию или даже запись делаем в телефоне, и кто-то позвонил, и перерывается это трансляция. Так если мы поставим эту «не беспокоить» функцию, тогда мы, конечно, после того, как закончили трансляцию, будем видеть, что вот был звонок из этого человека или там сообщение, но это не будет перерывать нашу трансляцию. Тоже мы должны поставить действующее название или хорошее название. Это очень важно, потому что если название не будет привлекать людей, они не будут просматривать ваше видео. Так это самое важное, когда мы ставим записанное видео или когда делаем живую трансляцию, какое название мы поставим. Так опять, вот посмотрите, какие названия на магазинов ставят, потому что это очень важно привлекать внимание людей. Так опять подумайте, какие названия вы могли бы поставить на свои видео или трансляции. Например, мы можем поставить там название «вот видео о моего парфума» или сделать название «три факта, которых ты не знал о парфуме». И сейчас человек более будет смотреть и более шанс, чтобы он нажмет на это видео, потому что это интересует его. Так всегда подумайте, как вот написать, какое название, которое будет привлекать людей просмотреть. И, конечно, мы должны иметь чистый фон. Так это не значит, что что-то должно там очень специально быть в нашем фоне. Но важно, что там, например, люди не гуляли нам за спиной, потому что это будет как отвлекать людей внимание от нас. Люди должны вот концентрироваться не на нас, не на то, что там происходит в фоне. Так если можем иметь какой-то фон, где ничего, как сказать, не происходит, это будет легче нашим зрителям концентрироваться на нас. Тоже иметь чистый звук. Опять, я, например, вот сейчас использую вот такой микрофон, потому что я делаю через компьютер. Если делаем через телефон, можно вот поставить эти наушники с микрофоном, чтобы был хороший звук. Чем лучше звук, тем опять больше будем получать просмотров и больше людей будет смотреть на наши видео. И хорошее освещение. Опять, как сейчас, я сижу вот окно впереди, чтобы цвет здесь был. И тоже я имею лампу, которая вот покажу, как выглядит. Вот такая лампа, так опять это дает цвет. Но если лампы не имеем, кот вот сидит перед окном, чтобы натуральный цвет нам помог. Окно, например, за спину, и тогда будет все темное в нашем видео. Так цвет очень, опять, важно, если мы сами себе делаем видео. Или, например, какие продукты, видео делаем с продуктами. Опять, чтобы был хороший цвет. И, конечно, в начале видео всегда представьтесь, скажите, кто вы. Например, добрый вечер, мое имя Гедеминас, я там бизнес коуч или что-то такое. Чтобы люди знали, кто вы и что вы делаете. Да, конечно, там видно на вашем профиле ваше имя, но люди, может быть, будут делиться ваше видео. Человек поделился в вашем видео, и это видео уже стоит на его профиле. Чтобы человек знал ваше имя и кто вы. И в самом начале, как только начинаете видео, живую трансляцию или запись делаете, расскажите сразу, о чем это будет. Потому что большинство людей перестанет смотреть видео в первых 3-5 секунд. Так вот, через эти 3-5 секунд мы должны захватить, как сказать, внимание человека, чтобы он остался в нашем видео. Потому что сразу надо сказать, что он узнает в этом видео, что там будет за информация, что он научится в этом видео, чтобы человек остался и хотел смотреть. И, конечно, если делаем живую трансляцию, никогда не ждите, пока люди присоединяются. Начинайте разговаривать сразу, начинайте говорить сразу, как только начиналась живая трансляция. Потому что те, кто пропустили в начале, они могут потом просмотреть запись эту информацию. Но сразу начинайте говорить, потому что большинство людей будет смотреть запись в любом случае. Потому что если мы там ждем минуту, два, три, пока люди присоединяются, тогда человек, который будет просмотреть запись, ему это очень будет скучно, там, эти первые три минуты, как тратить время свое. И, конечно, попросите людей комментировать. Значит, если вы начали какое-то видео, я всегда спрашиваю, что если вы смотрите запись, давайте напишите в комментариях запись. Если вы новый человек, если первый раз смотрите одну из моих трансляций, давайте напишите в комментариях новый, я бы хотел вам сказать привет. Значит, мы можем спросить, давайте напишите, из какого города вы смотрите, или что-то такое, но чтобы люди комментировали. Чем более комментариев после вашего видео, тем больше это видео будет продвигаться наверху, и больше людей будет увидеть это видео. Так, конечно, надо спросить комментарии, попросить, чтобы люди комментировали. И тоже всегда попросите поделиться видео. Опять, я всегда говорю, если вам эта информация будет полезна, или вы думаете, что кому-то другому эта информация была бы полезна, очень-очень был я бы благодарен, если вы поделились этим видео. Опять, что это значит, тогда больше людей увидит это видео, потому что, например, вы поставили там запись видео, или сделали живую трансляцию, и, может быть, там просмотрят 100 людей. Но если эти люди поделятся этим видео, может быть, и 500 увидят, и тысячи, и так далее. Так, чем больше людей делится в вашем видео, тем лучше. И в каждом видео надо спросить, чтобы люди комментировали и поделились. Они не будут всегда комментировать и поделиться, но если мы каждый раз будем спросить, они как привыкнут делать это действие, да, делиться и комментировать. И, конечно, смотрите на камеру, а не на себя, да. Например, вот сейчас я делаю эту трансляцию через компьютер, и камера здесь, да, но мой, как я, выгляжу вот здесь, да. И иногда люди делают видео на телефоне или на компьютере, и они смотрят не на камеру, они смотрят на себя, как они выглядят. И тогда, ну, весь видео выглядит вот так. Привет, ребята, как дела? Я надеюсь, что вам все хорошо. Да, я смотрю не на камеру, а смотрю на себя. Надо смотреть прямо на камеру. И, конечно, если мы хотим самые лучшие результаты, надо делать видео регулярно. Это, конечно, нам будет помогать лучше это делать, да, потому что чем больше мы делаем эти видео, тем лучше мы начинаем это делать. Но тоже больше и больше людей будет смотреть наше видео, когда они регулярно. Потому что если вы сделали видео, и потом неделю ничего не делаете, опять сделали видео, и опять пару недель ничего, тогда люди не будут так просматривать, если, например, вы делали каждый день, например, или там каждый второй день. И, конечно, ваш, например, фейсбук-профиль или инстаграм-профиль, или там ютюб, или тикток, или так далее, должно иметь какую-то нишу, да. Опять, вы, например, мы должны говорить темами, которые, ну, похожие, да. Например, может быть, там о красоту, или о здоровье, или о что-то такое, да. Но мы должны иметь какую-то тему, о которой мы хотим, чтобы люди узнали, что вот мы как-то эксперт этой темы, да. Постоянно мы говорим о эту тему, да. Таким способом тогда мы имеем опять такую регулярность, да. Потому что если один день мы говорим о том, как там растят овощи, другой день мы говорим, как автомобиль ремонтировать, другой день мы говорим там, как быть здоровым, это, ну, не совсем работает вместе, и тогда люди не знают, о какой причине нас следовать в соцсетях. И, конечно, надо поблагодарить тем, которые присоединились. Так опять, если мы делаем живую трансляцию, мы видим, как люди присоединяются, и можем поблагодарить. Там вот, например, спасибо, Анна, что подключила, спасибо, Ирина, что смотришь. Очень хорошо тебя видит здесь Татьяна, и так далее, и так далее, да. В таком способе человек получает это, как сказать, опять наши, вот они имеют вот обратную связь от нас, да. Потому что если мы поставили запись, конечно, это мы не можем сделать. А когда вот живую трансляцию делаем, мы можем иметь вот этот живой разговор. И тоже, если возможно, отвечайте на вопросы людей тоже. Например, если вот вы делаете трансляцию там, о том, как сделать макияж, или как быть здоровым, или как делать то, другое, третье. И человек поставил какой-то комментарий, если возможно, прочитайте этот комментарий и отвечайте на этот вопрос в течение живой трансляции. Опять, это дает эту обратную связь, и людям это очень нравится. Конечно, если вы поставили запись видео, какое-то записанное видео, или потом, когда вы уже закончили живую трансляцию, тогда отвечайте на каждый комментарий после того, как вы закончили видео. Да, так неважно. Даже если человек там поставил какой-то смайлик, какой-то emoji, вы тоже отвечаете, вот какой-то смайлик поставьте и так далее. Но вы должны ответить каждый комментарий. Почему? Первое, это показывает тогда вашу аудиторию, что это важно вам, они будут больше комментировать. Второе, это опять будет продвигать ваше видео лучше, если вы будете отвечать каждый комментарий, потому что соцсети не знают, кто там комментировал. Если люди, например, поставили 10 комментариев после вашего видео, и вы ответили каждый комментарий, сейчас 20 комментариев вместе 10, так это будет опять вам помогать. И, конечно, когда мы уже закончили нашу видео, ответили все комментарии, тогда мы должны поделиться этим видео на группах или на свои stories, истории. Так если мы видео делали, например, на Facebook, так это видео потом можем поделиться на группах. Например, может быть, вы поставили видео на свой профиль, а потом можно поделиться этим видео на группы, там, купи-продай, группы мамы и папы, группы какие-то объявления и так далее, чтобы опять больше людей увидели ваше видео. Если вы сделали видео на Instagram, например, тогда можно это видео поделиться на свои stories, чтобы опять люди, которые просматривают stories, увидели там ваше видео. И, конечно, один из самых важных советов – это всегда дать какую-то ценную информацию своим видео. Если видео будет только как реклама, только вот я имею такой продукт, кто хочет купить мой продукт. Конечно, можно и таких сделать, но из моего опыта самое видео, самое лучшее, которое работает – это где мы даем какую-то ценную информацию и в конце даем какую-то рекламу. Например, там шесть советов, как иметь хорошее, чтобы наша кожа выглядела хорошо. И там даем какие-то советы, и в конце говорим, и тоже я имею продукт, который вам поможет с этой проблемой. И в таком способе человек получил хорошую информацию и тогда получает рекламу. Даже если он не купил ничего от нас, он все-таки получил какую-то хорошую информацию. Так люди будут делиться таким видео легче, будут рекомендировать нас больше и проследовать наше видео больше, если они будут получать какую-то ценную информацию. Какие-то советы, какие-то решения на проблемы и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, конечно, в конце каждого видео, живую трансляцию или запись видео, мы должны дать призыв к действию. Значит, какую-то инструкцию, что мы хотим, что человек делал после того, как он просмотрел наш видео. Не можно так вот заканчивать. И, о, спасибо всем, кто смотрели. Пока-пока-пока, хорошего дня. Это ошибка. Надо к концу дать какую-то инструкцию. Там, например, пиши, если вам интересно, пишите мне личку. Или если вы хотели узнать больше, пишите инфу в комментариях. Или присоединяйтесь к мою группу. Или нажимайте на эту ссылку. Или что-то. Но дать какую-то инструкцию, которая будет ясна человеку, что ему надо делать. И тоже, если мы хотим, чтобы больше людей контактировали с нас, мы можем создать, что называется, лид-магнит. Или магнит контактов. Так это какая-то бесплатная информация, которую мы даем за то, что человек делает, что мы хочем. Например, вот вы, может быть, ваша тема, ваша ниша, например, здоровье, так вы ходите на Google и пишите там советы для здоровья. И там собираете 10, 20, 30, 50 советов для здоровья. И вы имеете вместе сейчас все эти советы. Так можно в конце живую трансляцию или в конце какой-то запись видео можем сказать, что и тоже вот я имею такую электронную книгу, где я имею 30 советов, как бросить вес или 25 советов, что наша кожа выглядела лучше или наши волосы были лучше или то, другое, третье. Если вы хотели получить эту электронную книжку или эти советы, пишите мне личку. И опять человек тогда вас контактирует, чтобы получить эту бесплатную информацию, а вы имеете тогда шанс начинать разговор с этим человеком и предлагать свой продукт или бизнес возможности и так далее. И если когда мы уже сделали видео, с каждым днем этот видео будет идти внизу, внизу, внизу в соцсети и меньше и меньше людей будет видеть это видео. Так мы можем каждые несколько дней поставить какой-то комментарий под этим видео, чтобы он опять пошел наверху, что больше людей увидели этот видео. И так пару недель мы можем продвигать этот видео. Если возможно, всегда, если делаете, например, видео на телефон, держите телефон горизонтально. Если мы делаем горизонтально, потом можем загрузить это видео на YouTube тоже, используя другие места. Конечно, когда мы делаем живые трансляции, например, Instagram или TikTok мы должны держать вертикально, и это уже там ничего не поделаешь. Но если есть возможность, тогда делайте горизонтально, это будет выглядеть лучше. И вначале я бы рекомендировал начинать с более коротких видео, а потом делать длинные. Если, например, ваша аудитория еще как не привыкла, что вы делаете видео, вначале я бы рекомендировал делать видео одну минуту, три минуты, может быть, пять минут, потом уже делать 12-15 минут, и только потом уже начинать делать полчаса или 45 минут или час. Потому что если вы только начали делать живые трансляции, или только начали загружать видео в интернет, и сразу начинайте от полчаса или час, потому что люди еще вас не знают, они, может быть, не будут просматривать, потому что они увидят, что это очень длинный, и оставят. Когда уже люди увидели, что вы каждое видео даете ценную информацию, они потом будут и длинные видео просмотреть, но вначале лучше начинать от коротких видео. И, конечно, если мы хочем, что люди получают внимание, мы должны говорить о проблемах, которых наш продукт решает или проблемы, которые наша бизнес-возможность решает. Так опять, мы можем даже взять один продукт и подумать, какие проблемы этот продукт решает, и тогда говорить о этих проблемах на своих видео, чтобы люди начинали слушаться, чтобы люди дали нам внимание, а потом уже мы можем предложить решение. Так всегда сперва мы должны говорить о проблемах, а потом уже расскажет то, как мы можем решить эти проблемы и рассказать о том, что делает наш продукт. Опять, как мой ментор Рей Гигдон всегда говорит, не говори о том, что это есть, а говори о том, что это делает. Потому что большинство людей берет продукт и говорит, ой, я имею такой продукт, он имеет там витамин А и витамин В и витамин С, это никому не интересно. Мы должны, например, взять этот продукт и говорить, что он делает. Вот он нам помогает это делать, он сделает нашу жизнь лучше вот в таком способе, да, он сохраняет время, он сохраняет деньги, он сохраняет то, другое, третье, да. Значит, что этот продукт делает, какие проблемы решает, как он будет улучшить нашу жизнь и так далее, и так далее. Это все, что он делает, а не то, что это есть, да. И, конечно, если делаем эти короткие видео, например, TikTok или Reels, тогда очень тоже работает менять ракурс. Значит, мне вот взять телефон и весь телефон делать вот так, да, но сделать пару секунд так, стоп, тогда пару секунд так, стоп, пара секунду так, стоп, и менять ракурс. Посмотрите, когда вот смотрите, например, телевидение или какие-то новости там через телевидение, что они делают? Они меняют ракурс камеры всегда, не только одна камера стоит, а несколько, и менять ракурс, чтобы держать внимание, потому что по-другому люди уже, им скучно станет, и они не будут просматривать, да. Так опять, если возможно, меняйте этот ракурс, когда делаем эти коротенькие видео, чтобы держать внимание людей. Так вот, такие советы сегодня, и если есть какие-то вопросы, я тоже буду их отвечать вам сейчас.